Привет друзья! Рак по праву можно назвать не только одним из самых распространенных, но и самых трудноизлечимых и загадочных заболеваний современности. В прошлом году онкология была диагностирована более чем у полутора миллиона людей во всем мире. Медики утверждают, что возникновению и развитию рака способствуют определенные факторы. Наследственность, окружающая среда и питание. Основные причины появления злокачественной опухоли у еще вчера здорового человека. И если на наследственность или окружающую среду мы никак не можем повлиять, то пересмотреть свой рацион и исключить из него вредные продукты, вызывающие рак, мы просто обязаны. Существует ряд продуктов питания, которые содержат в своем составе канцерогены, насыщенные жирные кислоты или другие вредные компоненты в больших количествах. Специалисты советуют исключить их из ежедневного рациона или заменить более полезными аналогами. Предлагаем вашему вниманию составленный медиками список из 20 вредных продуктов питания, которые вызывают рак. Итак, вот 20 продуктов питания, вызывающих рак. 1. Мясо переработанное или консервированное. Большинство подвергшихся обработке мясных продуктов питания в своем составе содержат много нитрата натрия, соли и прочих вредных химических веществ. Поэтому риск образования и развития злокачественных опухолей у любителей хот-догов, бекона, мясных консервов, тушенки и прочих видов переработанного или консервированного мяса значительно увеличивается. Ученые уже доказали, что риск преждевременной смерти, в том числе и от рака, у людей, которые систематически употребляют переработанное или консервированное мясо, увеличивается на 42-44%. 2. Колбасы. Чтобы колбасные изделия, как и копченое или консервированное мясо, как можно дольше сохраняли свой товарный внешний вид, в их состав добавляют разные химические вещества, которые негативно влияют на организм человека и провоцируют возникновение и развитие злокачественных опухолей. Химические вещества, которые содержатся в составе многих колбас, ничем не отличаются от входящих в состав сигарет химических веществ. Медики иногда в шутку рекомендуют людям вместо кусочка колбасы выкурить сигарету, ведь сигареты, по сравнению с колбасами, не так навредят их организму. 3. Соль поваренная. В организме людей, которые злоупотребляют поваренной солью, накапливается хлор, канцерогенное вещество, вызывающее рак. Специалисты утверждают, что систематическое пересаливание пищи повышает риск возникновения и развития рака пищеварительной системы в несколько раз. Поэтому не злоупотребляйте поваренной соли и отдавайте предпочтение морской или гималайской соли. 4. Масла гидрогенизированные. Гидрогенизированные масла – это масла, которые изготавливают неестественным путем, а получают посредством определенного химического процесса. В своем составе такие масла содержат большое количество вредных химических веществ, которые позволяют продукту как можно дольше сохранять привлекательный товарный внешний вид и нужную консистенцию. Поэтому нет ничего удивительного в том, что гидрогенизированные масла содержат много опасных для организма человека жиров омега-6. Медики советуют заменять гидрогенизированные масла оливковым или любым другим маслом, которое изготавливается без применения химических веществ. 5. Сладкая газировка. Газированные напитки содержат в своем составе большое количество сахара или фруктозного сиропа, который стенки раковых клеток быстро впитывают в себя и получают дополнительную энергию для развития. Карамельный краситель, который присутствует в составе многих газировок, содержит канцерогенный элемент 4-мэй. Если вы не можете полностью отказаться от употребления сладкой газированной воды, то старайтесь выбирать напитки не карамельного, а естественного цвета. 6. Попкорн или воздушная кукуруза. Попкорн, приготовленный в микроволновой печи, может спровоцировать появление злокачественных опухолей, так как содержащиеся в нем ароматизаторы во время приготовления воздушной кукурузы выделяют диацетил, опасный канцерогенный токсин. Стенки пакетов, в которых продается попкорн, чаще всего покрываются канцерогенной кислотой. А производители воздушной кукурузы не обязаны указывать, является ли их продукт генномодифицированным. Некоторые же производители до сих пор используют вредные трансжиры, частично гидрогенизированное масло. 7. Рыба, искусственно выращенная на ферме. Фермерскую рыбу кормят и обрабатывают пестицидами, антибиотиками и многими другими химическими веществами, которые вызывают рак. Искусственно выращенная рыба, по сравнению с рыбой, выросшей в естественных условиях, более жирная и поэтому содержат на порядок больше вредных веществ. Лосось, выращенный на ферме, содержит в 15-17 раз больше вредных для человеческого организма полихлорированных бифенилов, чем дикий лосось. 8. Майонез, кетчуп. Большинство производителей кетчупа, майонеза, соевых соусов и прочих подобных продуктов питания для их изготовления используют трансжиры, стабилизаторы, эмульгаторы, сахар, уксус и т.д. не только сам кетчуп или майонез, но и упаковка из пластика содержит химические вещества, которые провоцируют возникновение злокачественных образований. 9. Чипсы картофельные. Картофельные чипсы являются вредным и вызывающим рак продуктом питания, так как для их приготовления используют трансжиры, консерванты, искусственные красители и соль в больших количествах. Если вы хотите предотвратить возникновение рака, то замените картофельные чипсы баранками, бананами или сухарями. 10. Маргарин. Маргарин должен был стать более здоровой и полезной альтернативой сливочному маслу. Но многие производители для изготовления маргарина используют гидрогенизированные растительные масла, поэтому в этом продукте питание полно вредных и вызывающих рак трансжиров. Научно доказано, что трансжиры намного опаснее содержащихся в сливочном масле насыщенных жиров. Но специалисты не советуют злоупотреблять ни маслом, ни маргарином. 11. Алкоголь. Национальный институт рака провел ряд серьезных исследований, результаты которых показали, что существует связь между систематическим употреблением алкоголя и раком печени, толстой кишки, мозга, шеи и молочной железы. Откажитесь от алкоголя полностью. Если вы пока не можете этого сделать, то эксперты рекомендуют женщинам выпивать не более трех, а мужчинам – не более четырех алкогольных напитков в неделю. 12. Жареный картофель или картофель фри. Картофель фри – очень вкусный продукт питания, но от него стоит отказаться, так как его обильно солят и готовят в трансжирах. Во время жарки картофель нагревается до определенной температуры и начинает выделять опасный акриламид, канцероген, который содержится не только в картошке фри, но и в табачном дыме. 13. Несезонные овощи и фрукты. Несезонные овощи и фрукты необходимо обрабатывать различными химическими веществами, иначе они не вырастут. А если и вырастут, то будет иметь непривлекательный внешний вид. Специалисты не советуют покупать овощи и фрукты не в сезон, так как они содержат большое количество пестицидов и других вредных для нашего организма химикатов. 14. Сахар рафинированный. Рафинированный сахар является вредным продуктом, так как он способствует росту злокачественных образований. Именно поэтому люди, в ежедневном рационе которых присутствует рафинированный сахар, по сравнению с людьми, которые отказались от сладкого или употребляют сладкое в умеренных количествах, намного чаще становятся жертвами рака. 15. Мука белая рафинированная. Питательная ценность муки в процессе рафинирования практически полностью уничтожается, а осветление муки хлором не только делает ее более белоснежной и привлекательной, но и превращает во вредный для нашего организма продукт. Белая рафинированная мука состоит из быстрых углеводов, которые, распадаясь на простые сахара, способствуют росту злокачественных клеток. 16. Консервированные овощи и фрукты. Консервированные овощи и фрукты в жестяных банках – опасные для организма человека продукты питания. Поверхность жестяных банок покрывается бисфенолом, структурно схожим с женским половым гормоном эстрогеном-веществом, которое не только негативно влияет на работу и женской, и мужской репродуктивной системы, но и вызывает сбои в нормальном функционировании головного мозга. Особенно опасны консервированные томаты, ведь их кислотность имеет особое влияние на бисфенол, благодаря чему токсичное вещество попадает непосредственно в пищу. Поэтому отдавайте предпочтение консервированным помидорам не в жестяных, а в стеклянных банках. 17. Подсластители искусственные. Хотя сахар и нельзя назвать полезным продуктом питания, но его заменители еще хуже, ведь они изготавливаются посредством определенного химического процесса. На данный момент нет никаких научных исследований, которые бы могли убедить нас в том, что искусственные подсластители не вызывают рак. Некоторые ученые утверждают, что заменители сахара провоцируют появление в организме человека дикета пепперазина, активизирующего рост раковых клеток токсина. Если вы не можете отказаться от сахара, то вместо подсластителей используйте экстракт стевии. 18. Диетические продукты питания. Многие люди, покупая диетические продукты питания, искренне верят, что поступают мудро, ведь такие продукты по определению не могут быть вредными и вызывать рак. Но данное утверждение не соответствует истине, ведь в их составе в больших количествах присутствуют заменяющие отсутствующий жир сахар или искусственные заменители сахара. Некоторые производители добавляют в диетические продукты разные вредные химические добавки, которые вызывают у человека зависимость и заставляют его покупать полезные диетические продукты снова и снова. 19. Генномодифицированные продукты или ГМО. Генномодифицированные продукты любят многие производители, ведь они долго сохраняют привлекательный внешний вид, не портятся во время транспортировки, устойчивы к негативному влиянию насекомых вредителей, патогенных микроорганизмов и других факторов окружающей среды. Ученые до сих пор не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, вызывают ли рак ГМО, так как серьезных исследований было проведено очень мало, а тем временем генномодифицированные продукты уже успели заполонить все прилавки. Специалисты советуют отдавать предпочтение экологически чистым, а не генномодифицированным продуктам питания. 20. Красное мясо, приготовленное на гриле. Приготовленное на гриле красное мясо или стейк. Продукт питания, который содержит в своем составе большое количество канцерогенных углеводов. У людей, которые систематически употребляют жареное красное мясо, риск возникновения рака толстой кишки увеличивается в несколько раз. Будьте здоровы!